На что сегодня рассчитываешь? Первая. Только первая? Да, только первая. И ничего кроме первого? Ничего. Заряженность на победу максимальная, концентрация запредельная. Только так можно стать лучшим из лучших, считает Ильяр Сафаров из города Пугачев. 15-летний парень уже успел добиться в спорте многого. Для него боевое единоборство – это часть жизни. Ну нравится, затягивает, интересно. В будущее можно продолжить развивать. В UFC пойти. То есть ты профессионально хочешь заниматься? Хорошо. Достижения каких у тебя уже есть? Ну, я универсальным боем еще занимаюсь. Но у меня… Я на чемпионате мира третьим стал. Первый взрослый разряд имею. Ну-ка, всюду поподробнее. Чемпионат мира – это где? Когда? Ну, в Анапе. В 2021 году. Четыре клубы из Самары, а также представители из Нефтегорска, Кенеля и даже Саратовской области. Будущие звезды и уже звезды, состоявшиеся 11 июня, собрались в спортивном клубе «Легион», чтобы принять участие в открытом областном перенстве по миксфайту. Он был посвящен благодовольному фонду «Яросту со спортом». В этой дисциплине мы проводим соревнования в Нефтегорске четыре раза в год. Сейчас мы эту дисциплину продвигаем в других направлениях, вот в Суходоле в частности, в Похвестневе будем продвигать, в Борском продвигать будем и в других городах нашей Самарской области. Миксфайт, в принципе, это тоже самое смешанное изнаборство ММА, но мы его немножечко адаптируем для детей, чтобы меньше было травм. Отличается амуниция. Эти перчатки у нас, в которых мы работаем, перчатки с открытыми пальцами, они являются десятиунцовые для того, чтобы меньше наносить урон соперникам. Тем не менее удар все равно ощущается, а бои проходят с таким же накалом, как у настоящих профессионалов. Это наглядно продемонстрировала Ксения Павлова из Ворского района. Девушка занимается единоборствами не первый год, успев заявить о себе на областной арене. Почему выбрала бои, а не танцы, объяснила просто. Можно за себя заступиться. Можно доказать, что ты что-то можешь в этой жизни. Что нужно делать, чтобы стать профессионалом? Усердно тренироваться. Полный зал зрителей активно поддерживал всех, без исключения участников. Большое представительство в турнире было и у хозяев. Воспитанники тренера Степана Игнатьева претендовали на медали во многих весовых категориях. Хотя о шансах наставник перед началом турнира говорил осторожно. У нас много дебютантов, то есть у нас больше половины команды дебютанты, поэтому при обкатке они могут хорошо показывать себя на подготовительном этапе, на тренировках, а элемент волнения он как бы никто не отменял. Тем не менее, принимающая страна выступила более чем достойно. Четыре золота, пять серебряных медалей и шесть бронзовых. Праздник единоборств, подобно которому в нашем районе не было десятки лет, удался на славу. В планах организаторов сделать подобные турниры на Сергьевской земле регулярными. Дмитрий Сурков, ТРК Радогу-3, Сергьевский район.